есть такая книга очень хорошая называется границы границы там три каких-то автора не русских фамилии не русские не запомнила но название границы границы однажды эта книга помогла мне воспитание детей как учиться чертить границу вот приведу такой пример у меня вика первая дочка моя она очень капризная была ну первая ее все любили и она такая такой мини бог все вокруг нее естественно когда стала подрастать уже это во все стало перерастать беспредел полнейший потому что ей слова не скажи все не по ее она истерит и попалась мне в руки эта книга границы границы и там было описание простых вещей как научиться чертить границу и там такой пример приводился что когда мы говорим своим детям я сейчас тебя накажу если ребенок не видит что за этим стоит реальное действие он считает тебя пустословом он не слышит твоих истерик криков упреков запугивание вот этого он этого не воспринимает до тех пор пока ты реально его не накажешь я помню попробовала это применить потому что я только ее запугивала бить то жалко опять же что такое бить это же не бить там ну раз ремнем по попе там ударить немножко тут даже не больно а стыдно становится или как бы протест как это так вообще меня тронули я помню я зашла в комнату и говорю века убирай игрушки а иначе я тебя накажу ремнем естественно ребенок на меня ноль реакции как играла так играла но не играла даже а просто разбрасывала все это я говорю я сейчас зайду через полчаса в комнату если там не будет убраны игрушки я тебе накажу ремнем естественно ребенок не понимает что такое полчаса и естественно она мне не верит что я зайду я она же привыкла что мама пустослов за ее словами ничего не стоит но я пересилила себя и через полчаса я зашла с ремнем она начала естественно глаза на меня выпучила начала кричать истерить я не слушаю истерик раз ей дала по заднице и сказала я сейчас зайду через полчаса если будет грязно я опять тебя ударю ну естественно она убрала со слезами истерика долбила в стену ногами там такое было но и тут она как шелковая какое-то время а потом она опять меня проверяет мама не вернулась ли на прежней позиции пустословия своего и мы в гости куда-то ездили в гости и ее в гости привезешь она там разыграется естественно ребенка сложно обратно увести и там истерика начинается я и на ухо сказала я говорю вика сейчас приедем домой и я тебя накажу за то что ты так себя ведешь ну естественно мы все-таки с истерикой собрались и запихали там ее в машину это это ужасно было это просто вот это вот одевали шапку шубу все это сложно она не дается мы ее посадили в машину едем домой уже она успокоилась и у меня уже отлегло но я помню как вот эта граница границы там написано ты должен исполнить то что сказал это чертится граница в жизни человека ребенок должен знать что ты не пустослов тогда тебя будут слушать с полуслова тогда даже шепотом тебя будут слышать и я приехала домой мы все разделись она играет она естественно забыла что я ей там на ухо шепнула но я взяла ремень и сказала вика помнишь я тебе сказал что я тебе накажу за такое поведение там естественно слезы крики мама я больше так не буду я говорю я знаю что ты так не будешь но я тебя накажу я обещала и я раз ей тоже по заднице дала после этого мой истеричный ребенок поменялся стоило мне сказать века если ты не прекратишь я тебя накажу так она умудрялась у меня выпрашивать прощение до того как мы придем домой то есть она поняла что мама не пустослов а значит надо слушаться а значит надо уметь вовремя останавливаться если мы не научим своих детей слушаться им будет очень тяжело идти по жизни такие люди не могут добиться ничего в жизни потому что для них нет авторитетов поэтому читайте книгу учитесь то есть Продолжение следует...